добрый вечер дорогие наши зрители субботний вечер как всегда передача альтернатива развития интеграция и сегодня наша тема людей заменят машины нашей студии виртуальный наш гость дорогой которым мы уже не раз встречались хасай магомедович алиев заслуженный врач республики дагестан писатель поэт философ и художник мы говорим о том что в недалеком будущем искусственный интеллект заменит человека возможно заменит потому что мы видим что уже сегодня есть такие специальности которые связаны в основном с ручной работой как дворники уборщики газонокосильщики няни официанты строители водители которых уже роботы начали вытеснять так скажите вот что станет с нами с людьми спасибо за приглашение мой дорогой друг я представляю себе что вот этот искусственный интеллект конечно он только в зачаточном развитии сейчас находится потому что сейчас как мы видим это пока контроль каких-то таких вот процессов там если плюсы и минусы всевозможные но я вот задумывался с точки зрения как философ как человек который занимается психофизиологии вообще зачем человек создал зачем человек создал себе такого конкурента который может там каким-то образом самосовершенствоваться тоже само обучаться и самопрограммироваться и в конечном счете станет таким что может быть нас закабалить вообще зачем человек это сделал но поскольку эволюционист своему началу мыслительному то я так предположил что наверное для того чтобы создать себе такое зеркало определяясь в сравнении конкуренции с которым лучше познает сам себе потому что для меня представление эволюции развития человека это от инстинктивного поведения автоматического животного уровня до появления у него рефлекторики бессознательные потом уже и сознательные созидательные духовные качественных и в конечном счете теперь начинает развиваться связи с этим интеллектом предполагаемым который нас будет перегонять если уже сам осознание человека то есть по существу человек создал наверное инстинктивно в этом процессе эволюции себе такое зеркало конкурируя с которым он будет сама изучать себя более и более чтобы понять чем он отличается машин чем человек в принципе вообще-то как такое вот явление природы отличается от видимо вот что-то когда мы работаем на грани возможностей человека можно узнать вот эти возможности да я в центре подготовки космонавтов занимался созданием модели невесомости космонавтов земных условиях преодоления стресса и перегрузки это три таких вот важных момента с которым всегда сталкиваются но кроме других проблем я занимался именно этим невесомость перегрузка и стресс я определил что в принципе сам стресс и вот эту энергию стресса которые сегодня доминируют которые сегодня из-за того что не человеческие только качество развивается у человека еще и исполнительские потом еще развиваются там всевозможные негативные качества которые создают кризисы и войны а мне представляется что именно развитие человеческих качеств по высшим общечеловеческим ценностям позволит победить нам всем пандемию и позволит чтобы этот искусственный интеллект нас не закабалил и не сделал нас таким слепым исполнителем и не довел нас до полного такого маразма мне кажется что вот эта модель состояние невесомости преодоление стресса и перегрузки мне потом помогло вот эти работы мне потом помогли додуматься для того чтобы создать методику с помощью которой человек может во первых моделировать это состояние невесомости оказалось что это состояние той легкости той свободы сознания что испытывает например человека то такой если аналогиями говорите метафорами но когда выпить выпить он делать ему хорошо вот как говорила вишневская как она узнает когда растропович немножко выпил с друзьями в соседнем кабинете что там почмоканем они значит именно любишь ты меня уважаешь вот у человека начинает любовь появляться человеколюбия проявляется потому что снялся стресса снялись зажимы окажется вот эта аптека все внутри нас есть нам алкоголе не нужен потому что если человек делать действия синхронные его текущему состоянию синхронные его индивидуальности например занят любимой работой у него эндорфин и включается замена концентрация андреналина подключается эндорфин то есть поэтому найти свое место под солнцем это значит найти свое любимое дело которым ты занимаешься и в какие-то моменты чувствуешь себя счастливым свободным когда тебе уже до лампочки кто тебе там в троллейбусе на сандалии наступил ты по-другому относишься у тебя есть смысл жизни ты ради этого живешь чтобы каждый человек мог так найти свое место в жизни чтобы результаты его деятельности кто-то не монополизировал марксизм мне кажется на этом мне как-то объяснял это профессора которая занималась завкафедра маршизма ленизма там где-то было она говорит макс наверно поэтому говорил чтоб человек имел личное время освободился от подневольного труда сначала там физического тяжелого труда потом другого другого и наконец-то заимел возможность личного времени чтобы он мог подумать свободно поразмышлять потому что он же холм и сраблицей от разума и сегодня нет личного времени все время задерганными все время должен реагировать все время исполнять что-то приказывал же думать может и поэтому наверное говорит марксизм на этом а мы там марксизм воспринимаем другой точки зрения так я сейчас не как социолог и не как экономист хочу говорить а я говорю как об психофизиологии без личного времени когда человек остается самим собой когда он думает от чего хочет думаете делает то что он хочет делать и уж уже такой свободы это же самая модель не вижу мы что это состояние легкости а сами гаммедович вот вопрос все-таки может быть вы вспомните какой-то интересный случай из вашей работы с космонавтами космонавт по сути находится постоянно в таком замкнутом пространстве многое количество часов и это очень напомнило вот состояние человека который за закрыт в своей квартире во время крона кризиса многие испытали это состояние что просто закрыт не может выйти постоянно вот в этом пространстве находится вот что космонавт делает в закрытом пространстве ну я готовил испытатели марс 500 они туда на целый год уходили там закрытое пространство что даже там моделировали сигналы задержкой небольшое по времени которые они получали но как будто они на марсе я готовил чему я обучал их тому что обучал станиславский снимать нервномышленные зажимы потому что когда актер например входит в образ роли если он зажатый если он доминирован каким-то состоянием уже в этом направлении трудно перед переходить туда а когда ты раскрепощен когда ты освобожден у тебя такое состояние свободного сознания нет блоков сознания тела то ты легко переключаешься легко адаптируешься я поэтому этих ребят обучал тому чтобы они делали упражнения по методу ключа а упражнения по методу ключ это те действия которые полностью хроме текущему индивидуальному состоянию это как рубашка по размеру и вот когда ты берешь физкультуру а из нее выбираешь ты только действие которые тебе максимально подходят то ты быстро раскрепощаешься и там опять включается эндорфин внутренняя аптека и там голова проясняется проявляется уверен в себе и так далее но я уже в условиях изоляции сам нахожусь уже 7 лет до коронавируса потому что мне оперирули шею после того как я упал на голову я сам нахожусь в этих условиях изоляции и как раз таки будучи полетом тоже тяжеленной степени я как раз таки додумался до приемов которые за секунды дают это раскрепощение то есть мне бог помог как говорится ну как любой творческий человек любую трагедию переживает из нее извлекать какую-то пользу я научился обучая других людей снимать зажимы не только такими таких как я инвалиду я готовлю спортсменов там и чемпионов и на всякие олимпиады там и математические и химические ну то есть короче такое много теме везде человек везде человека когда он умеет переводить стрессовое перенапряжение на решение задач которые для него вчера оказались недоступными он их лучше решает то есть если его это обычно все методы мира по стрессу там по йоге там по медитации и так далее они учатся как бы снять стресс я додумался вот за счет этих работ и и за счет этой пандемии и за счет своего этого оперированного позвоночника я додумался как переиспользовать энергию стрессового напряжения в собственных целях для решения самых различных задач от математических до изобретательских ну и конечно и для здоровья поэтому никто не верит когда я говорю что я и боли тяжелой степени а мне постоянно приглашает на конференции в разве страны звонят пишут давайте приезжайте там так они не верят что я не могу поехать я физически не могу выйти из квартиры они не верят почему больше я эти приемы применяю и все время у меня чувство ощущения какой-то легкости и счастья я это использую когда картины освобождается освобождается энергия для творчества вот свободное время если человек действительно его он не переживает за свой за хлеб насущный за своих родственникам за еще как его освобождается время для творчества энергия тоже да вот если он находится не в стадии вызывания а стресс это тоже стадия выживания когда инстинкт и самосохранения включается эндорфин включается адреналовый кризис появляется многие после этих кризис паники у них появляются навязчивые страхи и так далее я их вывожу они мне ко мне в skype звонят самое интересное что я делаю я говорю вы когда чувствуете сейчас я скажу то необычное чего наверно мало кто когда ты слышал вообще может интуитивно так делал но это нигде не написано и нигде не скажу это у меня только в моих последних я говорю что ты чувствуешь когда тебе страшно уголь сердце колотится я груши потому что я вычислил что в организме человека по механизму мозга возникает инстинктивные защитные реакции типа беги беги осыпление и андреналин когда включается ты готовишь больше почему сердце начало колотиться она испугалась давление почему потому что боль готова она в этот момент что делает она совершает несоответствующие этому состоянию действия у него сердце колотится адреналин подскочил и и больше отбежать бить там орать и она вместо этого сидит и пытается блокировать то есть возникает диссонанс между тем что организм подсказывает делай вот это а черепа незнание ведь нас никто этого не учил это мое последнее достижение они у меня сейчас в книжках я показал я говорю прямо в скайпе я говорю что ты чувствуешь я чувствую что у меня сердце кажется что ты хочешь сейчас ори докажи я буду орать это же неправильно то как неправильно закрывает дверь плакать захотелось разгружка пошли я выплачь я же мужик чего я буду плакать да я говорю тебе организм подсказывает делать то есть я ему друзья вычислил что инстинктивные механизмы защитные в организме включаются например дрожание дрожь нервная дрожь он и дрожь у меня дрожи давай дрожи через усиление но это нельзя вот так на пропало и делать руку человека прединфарктное состояние сейчас нас нас слушается скажет какой-то совет и тут убрать и вы знаете это варенье это готовит надо специализовать специально готовы я просто сейчас говорю прорывным образом что есть такие механизмы мозги который помогает человеку инстинктивно выйти из стрессового состояния но человек по незнанию своим по невежеству блокирует эти механизмы а если он знает их вот как раз у меня школа человек будущего которые я веду ю тубе фейсболки в контакте там из разных стран там люди они знают эти механизмы как вот эти использовать энергию стрессового напряжения по своему усмотрению это как в айкидо вот на тебя стресс валится а ты чуть прыгнулся и он пошел это его перенаправил туда куда ты хочешь это очень интересные штучки у меня многие там в школе начали стихи писать рисовать вышли из депрессии какой-то из основных явлений я хотел как раз спросить об этом вот человек действительно вышел из стресса вышел из этого крестного состояния у него раскрылось что-то вот какой-то интересный случай таких способностей у которых которые раскрылись после того как вы воздействовали своим методом ну да вот у меня военный человек например который никогда в жизни ну он потерял там жену вот у него нет сейчас утрат тяжелый очень тяжелом положении много лет сейчас поэт поэт пишет стуки это его облегчает его существование и мы радуемся всей школы вот таких стихи еще написал счастливы много таких случаев кто-то рисовать начинать я хочу сказать что творчество это не только рисовать петь и танцевать нет творчество это решать любую сложную проблему . подхода это решение любой сложность проблемы на и простейшем способе с большим эффектом когда ты в любой работе хоть подметать пол хоть рисовать картину хоть танцевать хоть печь класть хоть проект делать в любой работе начинаешь находить как это проще сделать с большим эффектом вот этот творческий подход и здесь еще добавлю что творческий подход это поиск наиболее простого решения максимальным эффектом через призму общечеловеческих ценностей вот творческий подход что такое общечеловеческие ценности это способность любить сопереживать это чувство бесценности живого это чувство сотрудничества потребностью сотрудничестве потому что счастье человека это быть собой а высшее счастье высшее счастье поскольку мы социальные существа высшее счастье быть собой и вместе вот когда мы вместе но каждый при этом остается с собой вот это синергетика взаимоотношений то что у вас называется интеграция а я как раз занимаюсь психофизиологическим аспектом интеграции человека то есть я обучаю людей регулировать свое психоэмоциональное состояние использовать инстинктивные защитные реакции организма как аптеку внутреннюю и открывать свои таланты и способности и вот условиях изоляции пандемии и так далее и вот этого искусство интеллекта чем человеку заниматься своим развитием открывать свои способности и таланты и за счет этого и находить как выжить и через через выживание созидание и развитие через выживание то есть как вот эту ситуацию неприятности используют как стресс трамплин для того чтобы лучше и лучше деньги зарабатывать и духовно развиваться потому что оказывается в человеке много есть но не раскрыт и когда он начинает раскрываться он улучшает свое будущее и отношения с людьми с которыми он общается то есть я считаю что то что вы называете слова интеграция а я называю сокращение кризисов и войны и потребности в лекарствах и сохранения разума мы едины в этом просто это разные аспекты и я хочу сказать что как раз таки интеграция она и будет происходить когда вот сейчас например у меня в школе человек будущего в интернете там много людей из разных стран мы совместно создаем науку человечество потому что науки такой нету есть это о человечности в искусстве есть художественной литературе если в театре там есть в религии о человечности напоминания но если люди которые верят в религию есть которые не верят а наука человечности это не связано с верой или на международный общий язык едины которые бесстрастие но как рыбалая наука там четкие должны быть определение понять что такое сопереживание что такое чувство бесцельности чего что такое созидание что такое вот этот неконкурентный открытый диалог между людьми синергетически когда они вместе увлеченные занимаясь решением одной волнующей каждого проблемы все вместе находят новое неординарное решение в принципе для того что вы называете синергетикой я как раз являюсь тем специалистом по работе как мозг то есть по психофизиологии потому что это связано с между теми им между дисциплинарные дисциплины поэтому я одновременно врач психолог там педагог художник писатель по готовлю спортсменов и так далее так получилось что у меня много теме я и междисциплинарный поэтому мы с тобой дружим потому что ты занимаешься тем же самым то есть вот как раз таки мы вместе когда мы соединяемся и создаем науку человечности чтобы весь мир подключался и мы это создадим почему потому что другого выхода нет иначе искусственный интеллект нас победит но все-таки я оптимист в этом деле потому что у человека есть не приходит неприходящая ценность его вот хотелось бы об этом поговорить что пусть пусть роботы заменят нас каких-то механических вопросах но вот человек останется человеком даже если его роботы заменят он сможет развиваться правильно конечно конечно толстой говорил смысл жизни продолжение жизни сейчас самое главное чтобы мы сохранили разум на планете пандемия в этом отношении нам показала все недостатки нашего образования нашего невежества в некоторых моментах по подбору кадров обучения показала многое но самое главное она показала что происходит расчеловечивание и самое главное она показала что вот мне междисциплинарнику как раз и надо заниматься агитацией всех чтобы мы создавали совместно науку человечества потому что все понимаете интуитивно что человеком надо быть ну что такое человека до конца никто не понимает и не знает просто чай же еще полностью не раскрыть но точно надо быть человеком понимает каждый и в этом наша надежда поэтому это очень хорошая встреча спасибо что ты меня пригласил и мы будем дальше развиваться в этом направлении интеграции на мне тоже очень приятно действительно вот то что мы стараемся передать людям вот это вот ощущение того что любовь она побеждает она побеждает все то есть всегда будут все равно останутся какие-то там прегрешения какие-то темные стороны но вот над этой ненавистью над тем что происходит сегодня в мире надо приподняться и покрыть всю эту ненавистью любовью и тогда 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 это действительно будет победа человека человечности как вы говорите а я вот в этой науке человечестве как раз у нас там человек покрыть творец покрыть творец у него геном такой потому что в нем заключена вся эволюция почистящих поколений естественно в нем такой потенциал и когда ему не дают открывать свои способности возникает потребность выпить там кричать там драться там конфликтовать или спать ему просто не дают потому что когда человек сбросил средств сел задумался вот это состояние закажи из нирвана задумался мы сидим вот ничего внутри не забивает вот это есть нирвана просто буду научился эту нирвану по своему желанию вызвать а у нас человек от сильной усталости можете вот такое же положение после что мы занимаемся обучением осознанности то есть вот эти инстинктивные действия которые человек сам делает инстинктивно чтобы он делал сначала видео упражнение а потом он может делать это и без стоит ли нам бояться что машины заменят людей я оптимист я считаю что муж и мы успеем и опередим мы будем развивать науку человечности после выхода другого нет и мы я думаю успеем и этот инструмент мы используем с максимальной пользой для человечества я оптимист ну и последняя рубрика у нас пожелания нашим зрителям чтобы вы сейчас им пожелали вот обращаясь к ним я очень добрый человек я желаю вам желаю свою доброту цените как вы всегда как вы всегда если вы с кем-то в конфликте с детьми с бабушкой стёте какой-то момент снимите зажатись снимите зажатись вспомните человечность по-другому начнете с этим же человеком разговаривать и вы увидите на лице его обратную улыбку и все вот у меня так часто было я на дочку свою рассержусь и а а потом вдруг возьму себя вспомнил надо же быть человеком поменяю интонацию начиная с ней по-другому говорить она же мой же ребенок вдруг поворачка мне папа мой и дозидается ну конечно любовь конечно спасибо огромное хасами гаммагомедович очень интересно слушать я надеюсь что мы еще будем встречаться спасибо спасибо ну дали мне такую возможность очень большое спасибо большое спасибо дорогие спасибо вам спасибо дорогие друзья до встречи на наших передачах и ставьте лайки подписывайтесь присылайте своим друзьям я надеюсь что наши передачи помогают вам нам всем всего доброго здоровья счастливого успеха